с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 28 сентября международный день всеобщего доступа к информации а в россии отмечается день работника атомной промышленности эта дата для праздника выбрана не случайно именно в этот день в 1942 году государственный комитет обороны ссср выпустил распоряжение об организации работ по урану и одобрил создание при академии наук специальной лаборатории атомного ядра но теперь у родившихся в этот день 1803 год в этот мир приходит проспер миреме французский писатель и переводчик один из первых во франции мастеров новеллы в качестве главного инспектора исторических монументов он заведовал составлением реестра исторических памятников так называемая базами реме был членом французской академии и сенатором второй империи 1915 год день рождения григория тавстаногова театрального режиссера педагога воспитателя народного артиста ссср главного режиссера ленинградского большого театра ну и конечно же большой драматический театр города санкт-петербурга который носит имя тавстаногова сегодня 1924 год день рождения марчелла самостояние итальянского киноактера известен по тщательно сдержанным ролям несчастливого романтического любовника в 1929 году родился николай рыжков прошел путь от сменного мастера на урал машет до председателя совета министров пришел в цк партии в составе большой группы партийно-хозяйственных руководителей из областей сибири и урала которые были призваны андроповым чтобы заменить скомпрометировавших себя партию страну коррумпированную брежневскую команду 1934 год брежит бордо рождается в этот мир урождена камилл евал французская киноактриса признанный секс-символ 60-70-х годов прошлого века в 1974 году появляется на свет мария киселева российская синхронистка трехкратная чемпионка мира олимпийских игр телеведущая помните это слабое звено но теперь о некоторых событиях в 1618 году под вывеской дома ломбарди в брюсселе открывается первый в мире естественно ломбард вскоре это уже была сеть судно залоговых учреждений по всей европе а ее клиентами стали даже королевские семейства в 1745 году состоялась первое достоверно датированное исполнение английского гимна боже храни короля ну или королеву в зависимости от того кто правит он прозвучал в ковингардене и других лондонских театрах связи с грозной вестью о том что шотландские повстанцы во главе с претендентом на престол карлом эдуардом стюартом движутся на лондон свергать короля георга второго который правил тогда вскоре это не весь с кем сочиненной молитвой за короля уже величали монархов практически по всей европе а в 1833 году положив на музыку вольный перевод жуковского львов создает российский гимн молитва русского народа боже царя храни 1773 год в появившийся в августе в оренбургских степях беглый донской казак емельян иванович пугачев сумел установить связь с яицкими казаками объявив себя петром третьим и начинает собирать свой персональный отряд к середине сентября он насчитывал уже 80 человек в этот день на хуторе толкачева пугачев издает манифест в котором жалуют казаков калмыков и татар рекою с вершиной до устья и землею и травами и денежным жалованием и свинцом и порохом и хлебным провиантом от хутора повстанцы двигаются к яицкому городку так начинается крестьянская война под руководством пугачева 1785 год 16-летний наполеон бонапарт заканчивает военное училище он становится 42 по успеваемости из 51 выпускника а в 1864 году в лондоне при участии карла маркса основано международное товарищество рабочих первый интернационал первая массовая международная организация рабочего класса объединяла ячейки из 13 европейских стран и из соединенных штатов америки организация прекратила свое существование в 1876 году после раскола который в свою очередь состоялся в 1872 ну вот так вот бывает у коммунистов сначала вместе потом раскол в 1887 году в китае полноводная речка хуанхэ внезапно изменила русло затопив на северокитайской равнине сотни городов и сел в результате погибают более 100 тысяч человек 1925 год в ссср принимается положение рабочей крестьянской милиции а в 1939 министр иностранных дел германии ахим фон риббентроп прибывает в москву с официальным визитом днем он встречается со сталиным и молотовым и проводит переговоры германия и ссср подписывают дополнительный секретный протокол о разделе польши это в договоре о дружбе границы 1972 год во время телетрансляции хоккейного матча сср канада спортивный советский комментатор николай озеров произносит свою знаменитую фразу такой хоккей нам не нужен канадцы забросили победную шайбу за 34 секунды до конца игры выиграв серию игр со счетом 6 5 впрочем многие чаще вспоминают эту фразу связанную с жесткой грубой игрой хоккеистов вплоть до сегодняшнего дня очень часто говорят такой хоккей нам не нужен 2001 год наукционе крестис лондоне продан один из самых известных и крупных изумрудов знаменитый могол за полтора миллиона фунтов стерлингов этот драгоценный камень и весит 217 и 8 десятых карата это семейная реликвия династии великих моголов в индию камень был привезен испанскими мореплавателями из колумбии и во время правления императора ауранг зеба огранен фамилию покупателя у строителей крестиса по известным причинам как всегда хранят в тайне ну и самое последнее 1994 год в балтийском море в ночь с 27 на 28 сентября в результате крушения парома эстония пропадает без вести 757 человек и погибает 95 человек из 989 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа это были граждане швеции швейцарии эстонии россии англии германии и других европейских стран спаслось всего 137 человек это крупнейшая в европе кораблекрушения в мирное время весть о гибели эстонии повергла всех в состоянии шока ведь паром и такого типа всегда считались очень надежным видом морского транспорта тем более странным в этой ситуации прозвучало заявление тогдашнего премьер-министра швеции что причина гибели парома носит чисто технический характер немецкая верфь на которой была построена эстония не согласилась с выводами трехсторонней шведской финской эстонской комиссии согласно которым главной причиной аварии стала неудачная конструкция носовых ворот и все же согласно выводам международной комиссии причинами крушения судна становятся конструктивные недостатки чрезмерная скорость движения и штормовая погода то бишь ряд факторов по мнению ряда экспертов трагедия могла произойти из-за террористического акта или неудачной попытки сбросить в море какой-то нелегальный груз но об этом мы наверное уже никогда не узнаем с вами был николай пивненко в проекте дата